Привет, сегодня мы поговорим про Hi-Fi Player от компании Dudu Cool, моделька DA106. Стоимость этого Hi-Fi Player 70$, но на сайте TomTop достаточно часто бывает акция, по которым вы сможете купить этот Hi-Fi Player за 39$. И сегодня я расскажу вам, стоит ли покупать его или нет. Коробочка уже привычная, нам большинство товаров этой компании как раз в таких коробках и приходят. Черная коробка и вот так вот показан сам товар. Здесь у нас главные фишки этого плеера, из интересного здесь двухъядерный процессор, поддержка карт памяти до 256 ГБ, аккумулятор вплоть до 30 часов беспрерывного звучания и двухдюймовый цветной дисплей. Давайте откроем и посмотрим на него. Вот в таком вот пакетике он у нас находится, он у нас металлический, такой красивый. Дальше у нас здесь micro-USB кабель и внутри у нас прячется руководство пользователя, вот оно. И больше ничего нет. Так вот выглядит плеер, металлический корпус, выглядит и ощущается достаточно дорого. Из органов управления здесь у нас такие вот четыре клавиши и вот такая вот кручилка и центральные клавиши. Очень удобно, что все вот так разделено и в кармане вы спокойно сможете нажимать, даже не вытаскивая плеер. Клавиши M это функциональные клавиши, это клавиши назад, это клавиши для перемотки трека и чтобы выбрать следующий трек и предыдущие. Колесиком мы перемещаемся по меню, а это у нас подтверждение действий. Снизу вот такой вот светодиод. Здесь у нас качелька регулировки громкости, тоже очень удобно, все разделено. С этого бока ничего, сверху у нас клавиша включения, разъем для наушников и линейный выход. Снизу micro-SD разъем, micro-USB разъем, микрофон и клавиши reset. Вот такое вот здесь меню, как вы видите, здесь есть русский язык, но не очень хорошо переведен. Вот, например, школы и достаточно много здесь такого. Лучше поставить английский язык и не заморачиваться. Управление благодаря вот этому колесику очень удобное. Вы просто вот так крутите, если у вас много музыки, очень удобно управлять. Но, что касается самого экрана, мне он не очень понравился. Да, и то, что он цветной, это плюс. На солнце практически нереально здесь что-то прочитать. Это прям действительно становится большим-большим минусом. Построен у нас плеер на кодеке Rockchip Nano D. И он очень хорошо прокачивает наушники. Я тестировал со многими наушниками. И он воспроизводит весь их потенциал. Это действительно классно. То есть, когда вы слушаете со смартфона музыку. И после этого слушаете на плеере. Это две большие разницы. Наушники начинают звучать намного лучше. И это прям очень-очень заметно. То есть, там не такой небольшой разрыв, который я планировал услышать. А там на порядок выше становится качество звука. И это очень хорошо. Также мне здесь понравился эквалайзер. С ним тоже вы сможете более грамотно настроить музыку для вас. И в целом, плеер мне понравился. Вы меломан, аудиофилы. Вы заморачиваетесь по музыке. Хотите слушать качественную музыку в большинстве хороших форматов. Например, в том же Flaky, который он поддерживает и поддерживает большинство форматов. Вы это здесь осуществить сможете. 70 долларов. Да, это вопрос. Стоит ли он этих денег? Готовы ли вы отдать эти деньги? Вот 39 долларов. На мой взгляд, он однозначно стоит. Также аккумулятор заявлено было 30 часов. И это действительно правда. Вы можете слушать музыку больше суток, не снимая наушников. Это очень хороший показатель. То есть, понятное дело, вы не будете слушать подряд, но вы про зарядку сможете на нем забыть. Да, это товар не для всех. Не все заморачиваются по музыке. Кого-то устраивает звучание телефона, ведь они тоже прогрессируют. Но если вы заморачиваетесь и хотите заморочиться, это будет отличным подарком, отличной покупкой для вас. Если у вас будет возможность, послушайте его у кого-нибудь, у друзей в магазине, чтобы решить, стоит ли вам это покупать, нужно ли это вам. Также, как я говорил в недавнем обзоре на наушники, лучше сначала послушать, понять, нужно вам это или нет. И в дальнейшем покупать, выбирать. Я забыл добавить, что здесь есть и радио, которое очень неплохо ловит, и отличный диктофон. Если вы студент, то этого вам отлично хватит, чтобы записать лекцию. Тоже такая универсальность. Вот так вот выглядит интерфейс плеера. Здесь может показываться логотип альбома. Также есть две темы на выбор, то есть вот такое вот меню становится. Также вы немножечко можете кастомизировать интерфейс этого плеера. Вот такие вот настройки. Да, русский язык здесь не очень, так что лучше поставить английский язык. Также наличие 8 гигабайт своей памяти, отличный плюс этого плеера. Вы уже сможете с коробки на него накачать музыку, и дальше уже вставить флешку и накачать еще больше музыки. Вот такой вот обзор на Hi-Fi плеер у нас сегодня был. Напишите в комментариях, интересны ли вам обзоры на такие устройства. Возможно, я закажу. Еще какие-нибудь покажу вам. Все будет зависеть именно от вас. Поддержите канал лайком, подпиской и участвуйте в конкурсе. Пока-пока. 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 Пока-пока.